Всем привет! Сегодня у нас такое мини-письмо от подписчицы. В общем, откроем одну тему, которая была у нас в письме заявлена. Сейчас я ее зачитаю, а потом будем с вами разбирать. Здравствуйте, Галина! Очень интересно слушать ваше видео. Я замужем почти год и переехала в Стамбул. Брак наш, турок и казашка. У моего мужа немного вспыльчивый характер, а я наоборот, все беру близко к сердцу на свой счет. Я его очень люблю, но у нас бывают недопонимания. Я все время плачу при выяснении отношений. Если не плачу, то держусь пару часов, конфликт не выходит из моей головы все равно. И потом я начинаю все равно плакать и все это выплескивать эмоционально. Я думаю, может в этот момент плачу, я чувствую жалость некую к себе. Я уже, если честно, устала плакать. Детство у меня было довольно спокойным, хорошим. Я из многодетной семьи, где есть мама и папа. Несколько раз пыталась быть спокойной и не плакать, но безуспешно. Даже его недовольство моими родственниками меня задевает. Вот важный момент. Он всегда извиняется, когда успокаивается. Еще я заметила, что так происходит только с близкими людьми. Если кто-то из знакомых что-то не очень хорошее обо мне говорит, мне это не важно. Но хотелось бы совета от вас. Зараднее спасибо. Спасибо. Смотрите, про плакание, вообще про слезы. Что это такое? Это выход эмоциональный. Прожалось, да, совершенно верно. Почему у вас это по жизни? Как я поняла, да, история. Но сейчас это обострено и вот с мужем своим происходит в частности. Когда вас критикуют, что-то говорят, какой-то конфликт, вообще вы очень эмоционально реагируете. Когда касается вот как будто критики меня. То есть условно говоря о моих родственниках, муж как бы говорит и про меня. Поэтому меня это задевает, это ко мне относится. Что родственники это часть меня. У меня вообще возник вопрос, почему муж позволяет себе притекать в ваших родственников? Он на них, что ли, женился? На вас? В чем вообще проблема? Вообще, почему эти темы обсуждаются? Почему он себе позволяет о них говорить? Я это считаю, моя личная оценка как человека, тоже в браке, например, с турком, да, состоит. Что-то у меня муж не обсуждает моих родственников, нравятся они, мне нравятся. Если бы не нравились, я не думаю, что он бы мне об этом говорил, потому что это не его, не сама чьи дела вообще. Какие что мои родственники? Как бы, алло, я здесь с тобой замужем, вот вы можете сказать, что вообще? Почему тема моих там пап, мам, родственников поднимается? Мне кажется, почему вы сейчас так реагируете и на слезы экстра, чересчур не можете сдерживаться? Ну, у вас сейчас адаптация, переезд, первый год эта ваша адаптация еще не закончена. Вы здесь себя нормально, кто девчонки давно переехал, скажите, правда, я реально себя почувствовала более-менее здесь адекватно, назовем так, спокойно, привыкшие. Это года через три где-то вообще эмоции подулеглись. Вы сейчас просто как оголенный нерв, и вам все больно, особенно если касается прошлого, семьи, там, родственников. Для вас это очень важные такие темы, он бьет сейчас по самому больному. Вообще про реакцию слезы, это защитная тоже реакция, выход эмоций ваших, да, жертвенность некоторая у вас есть. Вы же позволяете, кстати, например, своих родственников что-то там говорить, фукать, и потом от этого плачете, конфликты у вас происходят. В общем, что вы ему позволяете такие темы открывать, это же некая жертвенность, некие страдания. Это уже к вашему психотипу, к вашей личности, к вашей личной желанию, да, чтобы так происходило. Но это слезы всегда, эмоции выпускают. Самый легкий способ выпустить напряжение, слабость свою, беззащитность. Например, я не могу ему противостоять, я где-то промолчу, замолчу ситуацию, не покажу что-то, эмоции, а потом поплачу. Вот, я с ним не ругаюсь, не конфликтую, а потом выпускаю это через слезы, через какие-то обиды. Это ваша ситуация, скажем так, некая защитная, не то чтобы защитная функция, это больше функция вытеснения, да, то есть я не иду на конфликт или не отстаиваю что-то, а промолчу или не супер до конца там выскажусь где-то, умну что-то, замну эмоциональное, подавлять буду, но потом вот слезами все это у меня, назовем так, выйдет, мне так станет легче. Ну, возможно, вы боитесь конфликтов или боитесь расставания, результаты, к которому приведут эти конфликты, обсуждение какой-либо проблем, причины вот такие. Если вы еще при этом обидчивый человек, вообще вот это качество обидчивости, некой злопамятности бывает еще, но обидчивый человек — это наша реакция психики из детства, проявление на самом деле к себе внимания, заботы, вот эта жертвенность, то, что это относится. То есть когда мне в детстве уделяли мало внимания, или меня не замечали, мне давали мало любви, или меня там игнорировали каким-либо образом, чтобы получить внимание родителей, ребенок быстро, у каждого в этом возрасте происходит районе 3-4 лет, с 2 до 4 в среднем. Ребенам что только учиться, что если я пока призничаю, обижусь, замолчу, сделаю вид, что что-то там типа произойдет, ну, короче, обида какая-то происходит, ко мне тут же бегут и спрашивают, меня трясут, меня трогают, за плечо, например, что-то обиделся, что-то губы надул. Или это может быть реакция у родителей эмоциональная, негативная, злая, ты бесишь, ты опять там психуешь, тебе не так, неважно какая реакция, главное реакция. До этого меня игнорировали, сейчас, когда я обиделся, или страдаю, или я жертва, на меня обращают внимание. Пример расскажу простой. В моей практике недавно был ребенок, будучи в детстве, родителям внимания не хватало, несколько у них детей было в семье, и, в принципе, родители такие были холодные, скажем так, неотзывчивые, дети вот так эмоционально игнорировали. Детям было внимание только, когда они условно там болели, давали лекарства, там, еще что-то, в общем. То есть начнешь помирать, приходи, да, грубо говоря. И вот ребенок для того, чтобы проявить внимание своих родителей, зимой, когда там было прохладно, демонстративно, там, обидится, чем упругается, там, с сестренкой не поделят, у них конфликтные такие войны, семейные детей внутри были за внимание, опять же, любви родителей. Ложиться демонстративно на холодный пол, где нет ковра, там, не знаю, там, в одной ночнушке, например, вот лежит там, типа, аля умирает и страдает, пока родители не заметят, или пока он не простынет, чтобы заболеть, чтобы потом родители над ним носились и его лечили. Или будет проходить папа и мама, это увидят, там, заглянут в детскую комнату, вот, ты лежишь, встань с пола, он же холодный, ты простынешь, вот оно, внимание к ребенку. Когда мы эту историю ретроспективно, скажем так, проживали, обсуждали эмоции, зачем это делалось и так далее, и тут у нас все просто вышло на консультации с человеком, что это делалось для того, чтобы было внимание, вот, через жертву, через страдание, через холодный пол, через болезнь, то есть ребенок хоть как в этой ситуации получает к себе внимание. Либо он заболеет, его будут лечить, либо увидят, что он хочет заболеть, лежит там на полу, к нему обратят, к нему без внимания не останется. А внимание это равно забота и любовь на самом деле, вот, все очень просто. Так что, ваша некая плаксивость, эта эмоциональная неуравновешенность сейчас, потому что остро оголенный нерв, вы сейчас чувствуете себя одинокой, переехавшей, без родственников, без близких, я из большой семьи, вы говорили, многодетная семья, да, у нас хорошие, например, взаимоотношения, всем тепла хватало, вот это ощущение братьев, сестер своих, а сейчас я одна, и у нас все получилось, я оторвалась, вы этот отрыв от семьи проживаете, и еще есть такой коршун, который поклевывает, и еще делает мне больно, говоря о моих родственниках, что-то неприятное, критикуя, например, их как-то, то есть, условно, на мое больное самое место, сейчас я переживаю разрыв с ним, еще и туда клюет, делает еще больнее, вот поэтому вы плачете. Скорее всего, почему плачете, как результат, да, это ваша некая защита, привлечение к себе внимания, потому что вы не можете с ним его поставить на место, с ним поругаться до конца, где-то там, начнете ругаться, потом заболкаете, вам лучше перетерпеть, перемолчать, вот к этому приходит, и у вас это идет по кругу, по кругу, по кругу. Вот причина, если вам было интересно, да, почему я слезами реагирую, привлечение внимания, быстрое избавление от эмоций, которые были подавлены, честно, это хорошо, что мы назовем так условно, не сойти с ума, все было проще, нормальная реакция, поплачете, легче станет, как бы, реакция нормальная, адекватная. Знаете, на что я хочу обратить ваше внимание в этой ситуации? Не на вашу реакцию слезы, это второстепенно, это признак какой-то, да, того, что происходит. Мне вообще важны причины. Я уже об этом говорила, и еще напоследок хочу заострить ваше внимание, чтобы вы об этом подумали. Как, не знаю, каким образом вы там познакомились, встретились и сделали этот выбор, вы обратите внимание, вы первый год в браке с этим человеком, он себе позволяет неприятные высказывания, неважно, есть повод, нет повода, в какой форме, неважно, он критикует и высказывается, что делает вам больно, отношение вашей семьи и родственников равно по отношению к вам. Вы из этой семьи, это ваши родственники, которые вас на свет произвели, в конце концов, ваши родители. Если вы не можете противостоять этому, затыкать этого человека, скажем так, воевать, отстаивать свою самооценку вместо под солнцем вашей семьи, не позволять грубо относиться неуважительно к вам, кто, в первую очередь, семью не уважает вашу, это вас на самом деле. У меня вообще вопрос, почему он это позволяет себе делать? Если вы не можете с этим воевать, вы делаете выводы, может быть, не поздно с этим человеком расстаться? Я намекаю на то, что обратите внимание не на свои реакции, а какой человек позволяет себе что делать в отношении вас, по итогу общения с этим человеком у вас такие реакции идут. Ну, понимаете, если мы выходим замуж с мыслью, мы раз и навсегда за мужем, как за каменной стеной, или там мы партнеры доверяем друг другу, какое тут доверие, если унижают тебя, твоих родственников? Тут уже очень многие моменты здоровых отношений уже проседают. У меня есть вопросики про доверие, про уважение друг к другу, про занижение самооценки и так далее, и так далее. А пунктов в здоровых отношениях не так-то много. Вопрос, это счастливый брак у вас будет, когда человек себе такое позволяет? И дело же не в том, что с ним, например, повоевать, и он перестал это делать, но он внуше это может хранить, он так может в итоге думать. Понимаете, это человек такой, это нутро его такой. Максимально комфортный для вас компромисс в такой ситуации, если бы вы этот компромисс находили и решали с ним проблему, этот вопрос с ним решали, максимально это, если бы он поманкивал и свое мнение держал при себе. Но вы все равно знаете, какое у него мнение. Это в любом случае отсылка к вам, вы часть этой семьи, это неуважение к вам, и то, что вы ему чем-то тоже не нравитесь, скорее всего. Вы все равно повадки, воспитание из этой семьи, это продолжение. Я еще хочу отметить про союз казашка и турок. Это тюркские народы, у вас очень похож язык, там, а-ля 30%, где-то похожие слова и так далее. У вас наоборот должно быть взаимопонимание, уважение. Если мы берем воспитание в Казахстане, я уже об этом говорила, девчонок казашек мне жалко очень больше всех, в отличие от украинок, русских и белорусских. Ну, если мы берем СНГ наше прошлое, советское прошлое наше. Почему? Там есть самые воспитания, не лучшие качества наши славянские Советского Союза, да, позволение отношения к женщине в семье, ее место в семье и вот это вот все прочее, отношения мужчин и женщин. И при этом свои национальные корни идут. Они тоже очень уважение, там, называть родителей на вы своих же, да, старшие правы, надо делать, как они говорят, там, не расстраивать, уважение к старшим, даже если они, например, неправы и вообще какой-то бред несут. Вот это вот все прочее. Очень многие в Казахстане на вы называют своих родителей. У меня просто очень много клиенток из Казахстана, я знаю, о чем говорю. Так вот, здесь турок, мне кажется, вообще это должен лучше всех понимать и еще предъявлять к вашим родителям какие-то претензии или нелестно о них говорить. Как мне ему, к турку, ни с другой вообще национальности, он тюркский народ. Он понимает, что так делать нельзя, так некрасиво. Его также должны воспитывать в семье с уважением к старшим. Почему у него этого нет? Вот это меня очень волнует, я бы так сказала, да. Я хочу, чтобы вы, автор письма, обратили на это внимание. И это будет всегда. Это такой человек. Это не в ваших реакциях проблема, а проблема в том, что у вас такие реакции, что человек, которому вы должны быть открытый, доверять, с которым вы должны стать родным или, например, рожать детей, родниться с этим человеком, да, вот открыться максимально, супруг как часть меня вторая, да, вот мы на максимально открытые взаимодействуем, любовь, честность и все прочее, он вас иголочками колет, да еще и в самое больное, он поддерживать должен. Вы в адаптации находитесь, а он вам создает проблемные какие-то моменты. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Реакции адекватные, то есть у вас не к тому, что они должны быть такими. Да, они экстра чересчур, потому что у вас оголенный нерв, назовем так. Но у вас есть раздражитель, который на этот нерв нажимает, у вас такие реакции происходят. Так что я объяснила, происхождение этих реакций, они абсолютно адекватные. То есть у многих людей не только у вас такое бывает. Спасибо за внимание. Я оставляю в инфобоксе свою почту. Кому нужна консультация психологическая, пишите на почту консультация, я вам отвечу. Спасибо за внимание. Ставьте лайки и пишите комментарии, что вы посоветуете героине автору письма. Всем пока.